Сейчас еще молодое поколение, которое нас уже превосходит, делает нас более гордыми за наш труд. И это переходит уже в другой ранг, в другой уровень. Мы очень сильно гордимся молодым поколениям. Ну и вот видим мы нашего российского спортсмена Курбанова Магомеда. Обладатель Кубка Мира в командном зачете. В прошлом году он был серебряным призером. В финале он уступил Анзору Уришеву, который победил на данном турнире. И вот вызывает на ковер его оппонента. Это единственного иранца, который пробился в финал в сегодняшний день. Это Эбрахим Изволаи Мохамед Джавад. Тяжелая у него имя и фамилия. Да, ну и хочу сказать, что вот за последние два года очень сильный большой сделал рывок сборной команды Ирана. Очень огромное количество молодого поколения начали именно в медовом уровне и подняли планку иранской борьбы. То есть буквально еще 5-6 лет у них как-то был спад. Но сегодня в разных весовых категориях, разных возрастах и кадеты, и юноши, и по-взрослым у них встали уже 2-3 чемпиона. И олимпийских играх мира. Хасан Ездани, 80-60 килограмм. Буквально в смысле, крушить все, никто не может остановить молодого спортсмена, амбициозного, который напирает и функционально очень готов. Да, мне очень сильно нравится его настрой. Именно настолько он уважает и любит свой труд, настолько он ценит борьбу, что он наслаждается, когда выходит на ковер. Каждый квадратный миллиметр, и он постоянно старается показать яркую борьбу. И он этим самым подходом заставляет любителей борьбы, и болельщика, и судью тем более, уважать себя именно своим настроем. А это очень важно. Если, например, спортсмен-атлет не сможет в себя любить болельщика, то ничего не получится. Какой бы ты ни был бы борец, но он должен с первым шагом на ковер уже быть благородным, достойным, грамотным и уважительным. Вот это и окупает атлета, чем он лучше. Мы видели любивчиков в публике Хетика и Суслана, что их очень любят, поддерживают. И вы очень и правы, вне зависимости, где бы ни проходили соревнования. Такие же примеры были и Махар Хадарцев, и Арсен Мазаев, и Садулая. Очень много я могу олимпийских чемпионов. Любимчики публики. То есть, где бы они ни были, как бы ни были, они себе никогда не позволяли ничего. Они любили, уважали публику, болельщиков, очень сильно уважали своих соперников. Достойно уважения, дань уважения своему сопернику он всегда был. И поэтому, наверное, чемпионов много, а запоминающих таких очень мало. Ну вот, полторы минуты борьбы в финальной части до 86, точнее, 92 килограмм, простите, друзья. На табло счет 0-0. Пока никому не дали 30-секундное предупреждение. Как говорится в борцовском термине, швунгуют друг друга борцы, выводят на различные, как бы, действия. Ну, по практике, по опыту, иранец только будет стараться пробить руку и пройти в две ноги, либо в одну ногу. Вот ему как раз вот сейчас включили 30-секундное предупреждение. Насколько мы знаем, правила вольной борьбы ему нужно будет взять балл. Нашему российскому борцу только необходимо больше швунговать, навязывать борьбу, чтобы у борца иранского команды уже выхода не было, чтобы он без подготовки прыгал просто и там уже набирать очки. Так же хочется повториться, как в прошлом финале Сослангцовев против Юргия Рубаева, так и тут уже автоматически Курбанов попадает на ирогинский турнир, так как я имею в виду от сборной России. А так, если у иранцев будет желание, я думаю, по приглашению он с большим удовольствием будет принимать участие. Все, у кого есть свои амбиции на Олимпийскую медаль, это большой, очень такой турнир Ярыгина, где можно себя проверить. Я думаю, пренебрегать этим турниром нельзя, как и вот этим турниром, где можно себя сконтролировать, насколько сегодня в оптимальной форме-то. И вот эти два турнира, которые необходимо пройти любому олимпийцу, который должен бороться на Олимпийские игры или кто хочет, конечно, это не помешает. Это такие два турнира, которые можно встретить одних из лучших спортсменов мира и предъедет их на Олимпийскую медаль. А вы знаете, что чудо не бывает на Олимпиаде, приехал, увидел, победил, так вот что. На Олимпиаде может выиграть другой, как вот мы обсуждали это сегодня с Хаджимуратом Гацалом, как раз эту тему. Да, поэтому постоянный контроль, постоянное должно быть, сегодня не один день не должен проходить впустую, каждый день должен идти на результат, именно на Олимпийскую медаль. Вот и видим, полминуты остается до окончания первого периода, счет 1-0 в пользу Курбанова, но 1-0 это как бы скользкий, непобедный счет. Ну вот мы видим, он забегает и уже проигрывает, как только нам пришлось сказать. Попытка наката. Очень хорошее делают иранцы. Устоял, устоял Курбанов. Захват у него сполз и, конечно, второго старта уже тяжело сделать. 10 секунд до окончания первого периода. Ну, обычно иранцы делают два великолепных действия в атаке, это проход и наркат. Конечно, у них ограниченная школа именно в захвате, а вот именно проход у них, конечно, очень сильный. Кстати, вот кто секундировал, это мой тоже был когда-то соперник, боролись мы с ним долго. Какой счет в вашу пользу? Ну, наверное. Я даже заплату получал, чтобы я выгибал. Ну и вот сегодня мы его видим в качестве тренера секунданта. Ну, он долго уже в сборной команде, в национальной сборной команде Ирана и отвечает за подготовку в тяжелом весе. После него сменил его Джадиди, который боролся также со мной в весовой категории до 100 килограмм. Потом убрали весовую категорию 48 и 100, и нам пришлось перейти в более другую весовую категорию. Тяжелый вес. Тяжелый вес, да. В 1997 году я первый раз уже попал в сборную команды России в 97 килограмм, поехал на Европу, выиграл в Европу. А уже на мире, конечно, чуть-чуть мастерства не хватило, было тяжеловато, потому что весовая категория была 130 килограмм. И многие такие спортсмены, как Кубинец Родригес, потом Эриксон, они гоняли с весовой категории 142 килограмм. А вы помните, что тогда было три дня, и на третий день, конечно, вес был у них опять 140. Тяжело было противостоять таким буквально в смысле тяжеловесом. Да, 102 килограмма, я бился как мотылек об лобовой стеклое. Ну, при всем этом было желание выигрывать, желание было побеждать. Ну, вот видите, борец красного треха вроде бы грамотно делает, вяжет руки, чтобы иранец не атаковал. В принципе, все грамотно делает, но при всем этом, эта тактика сегодня не подходит, потому что он сегодня проигрывает. Если бы он выиграл хотя бы балла 3-4, тогда он срабатывает. Вяжет вроде бы хорошо руки, но атаки от этих захватов он не делает. Но, насколько меня не подводит память, то Курбанов, когда боролся на Кубке мира в Якутии, когда проходила, он проигрывал вроде со счетом 7-0 и как раз иранцу, но я не помню какому. И после этого он смог удержать, вырвать точнее победу, и потом удержать это все до конца схватки. И одержал, и я помню, что Дзембулат Ильич хвалил его за такое упорство, за волю к победе, можно сказать. Ну вот, остается у нас минута 50. И хорошо, что пытается, пытается что-то предпринять, чтобы как бы... Я как-то боролся в Иранской лиге, и были переезды по Ирану, там, с Тегераном в разные, в Мазадаран и другие регионы. И я часто сталкивался с болельщиками, которые все схватки пересказывали, наверное, не хуже, чем Ютуб. Вот представляешь, помнили, кто в каком-то иконах, каких соревнований, все. И у них вот это все подсознание, вот этот пересказ, настолько из поколения в поколение переходит, потому что ты говорил, что он тогда выиграл иранца, сейчас уже, наверное, иранцы уже сделали очень большую работу, и они изучают своих соперников очень. А почему они изучают? Это не так, как у сборной команды России, когда если не ты, то другой, третий, четвертый, пятый все равно могут подготовить и повести на чемпионат мира. В Иране не так. Мы слышим, как местная публика говорит, давай, Магомед. Подсказывают, болеют. Остается 40 секунд, чтобы вырвать победу, а победа ему это нужна. Вот и дают. Ему, конечно, надо очень четкое действие сделать, проход. Потому что даже если он сейчас возьмет один балл... Нет, ничего не знаю, сколько нужно проход ему для победы. Поэтому борцу красному трекуну надо просто очень хорошо подвести, вывести соперника и сделать атаку. Надеюсь, что он понимает, что ему нужно двухбальное действие, так как оценка в один балл ему не поможет. Преимущество будет на стороне иранца. Боковой судья подозвал центрального, посоветовались. Мы не знаем насчет чего. Продолжается схватка. 25 секунд остается для того, чтобы взял балл иранец. Но этот балл ему не нужен. Да. Он сейчас будет работать на защите. Глухая защита будет. Рашид Курбанов. Магомед Курбанов. Ну вот видите, да? Попытки есть, попытки. Царапается, но... Вот если бы он с первой минуты начал вот так бы раздергивать бы, да? Иранец бы подустал. Да, на третьей, на четвертой или пятой минуте, конечно, от иранца остались только представительство команды Ирана. Недовольно, потому что секундомер, по-моему, застрял на пяти секундах. А, не включили, да? Забыли. Ну, такое часто бывает. Пытается любыми силами, грубо, характером, выиграть победу, но, к сожалению... Я не могу понять, вроде бы, молодые оба спортсмены, почему они так вот себя берегут, не идут в борьбу, не ищут себя, не ищут свои ошибки, не превосходство свое. Вроде бы, молодые ребята должны быть настойчивые. Вот, молодец! Два балла! Молодец! По моему мнению, Дэвид Владимирович, было два балла. Сейчас будет остановка. Давайте, давайте посмотрим. Интрига, интрига. Сейчас зафиксируют движение, но, по-моему, было касание коленом в то время, когда Магомед Курбанов был сзади абонента. Нам придется посмотреть повтор. Да, организаторы сейчас. И вот, по-моему, два балла. Есть, есть, да. Все решает. А мы, 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 мы. Надеюсь, что судьи оценят и дадут победу в пользу Курбанова. Здесь вроде бы повел proximity, все он успел сделать. Теперь сейчас, да, будут разделяться из трех судей, кто даст два балла, кто не даст. нужно сделать фотоостановку в том времени когда курбанов сзади соперника а иранец на колено вот примерно вот тут это два балла но они в действии до динамика уже два балла есть а после этого никакого борца синего тико не было действия ни контра не перехода ничего не броска насколько мы знаем правило очень часто меняются с каждым годом возможно сейчас скажу что в действии не считается но насколько мне это известно и мой борцовский опыт подсказывает данное действие оценивается в 2 балла вроде бы два касания колено было вот именно вот здесь два колена видите 4.4 . ну на плане и соде они учатся и специалисты они наверно должны все решить все таки вырвал победу оставалось 5 секунд но лучше никогда не доводить от такие ситуации за последние доли секунду чтобы не было таких спорных моментов один раз повезло но несколько раз может не повезти поэтому всегда борец должен именно быть уверенно динамичной борьбе под счет был на трене что все контролирует под контролем была обстановка ну чё поздравляем сбора команды россии очевидно первое место не знаю почему некоторая публика и болельщики ирана недовольны нужно будет спросить у судей международной категории интересно после трансляции обязательно подойдем по суде бывает очень много семинаров где они вот эти моменты и рассматривали